Почти получилось! Мне почему-то всегда казалось, что драм-соло – это просто, как обывателю мне, наверное, не понять барабанной теории. Вот как раз в ней сейчас и будем разбираться, как правильно играть на барабанах. Итак, ты, в принципе, правильно начал, но стоит немножко уточнить. В общем, палочка находится вот в этом суставе указательного пальца, лежит здесь свободно, и большим пальцем слегка прижимается, да, то есть мы не прилагаем усилий. Все остальные пальцы прижимают палку к вот этому мягкому месту, да-да-да, на ладони, вот здесь у нас есть амортизатор так называемый, можно даже чуть-чуть вот сюда. Ага, отлично, вот. Это наш хват. Удар, делающийся фристрок, делающийся с верхней позиции вниз, да. Меллеровский удар делается запусканием волны вдоль руки, то есть мы поднимаем плечо, поднимаем предплечье на уровень плеча, где ты, да, поднял, и роняем плечо, и выравниваем, да, получается такая волна, да-да-да, все верно. Могу рассказать о плюсах и минусах вообще этого барабанного дела, да, ну, плюсы, давай, наверное, расскажу о хорошем, да, то есть у нас прям хорошее идет развитие мелкой моторики, когда мы занимаемся этим. То есть если ты до этого играл на гитаре, у тебя работает одна рука, здесь работают две, и левая рука задействуется очень активно. Много пересмотрел разных драм-соло от разных барабанщиков, когда они только начинаются, это выглядит технично безумно, там все такое, но когда они разгоняются, это все похоже на какую-то непонятную вакханалию, это и выглядит как вакханалию, руки двигаются вот так, вот так, но все равно звучит это хорошо. Почему так происходит? Хм, почему, почему, ну вот тут на самом деле вообще стоит разобраться со снов начать, да, что такое барабанное соло, да, это все равно какой-то мотив, это какая-то, хоть и мелодия без нот, но мелодия, то есть мы берем какой-то мотив, да. Ну, можно было дальше продолжать, так что, что же это такое на самом деле, это тот момент, когда мы из музыкального сообщения, да, переходим в эмоциональное, то есть нас цепляет на самом деле, ну и зрителя цепляет, и нас, барабанщиков, цепляет то, что мы чувствуем в этот момент, ну и передаем эту эмоцию зрителю. А это тот самый момент, когда эмоции включаются, а не техника, да, то есть мы должны создать образ, создать эмоции. Припоминаю еще один миф, я хочу заниматься на барабанах, мне нужно покупать установку, отвечаю, нет, нет, вам не нужно покупать установку, все базовые занятия, которые мы с тобой прошли, будем проходить, да, это занятия на преде, на такой штучке, деревяшка и резинка. То есть, он заменяет нам вот этот барабан, мы ставим его перед собой, и все базовые вещи отрабатываем на нем. Уже есть возможность арендовать помещение с установкой на студиях звукозаписи, на репетиционных базах, их очень много в каждом городе. Сейчас цена на занятия в репетиционной студии для барабанщика стоит дешево, чем занятия в тренажерном зале. Я от тебя просто так не уйду, пока ты меня чему-нибудь не научишь. Я должен хоть как-то приобщиться к правильной истории с барабанами. Ну, давай, трудиться играть. Три, четыре, раз. Безумно увлекательное занятие, должен вам сказать. Изучали приемы барабанного искусства Слава Громов и Константин Шубкин.